В общем, ребята, для общей наглядности хочу показать этот тоннель. Когда он еще финишным слоем бетона не залитый. Вот внизу только первую ступеньку, видите, и фундамента залили. Вот еще торчит арматура. Но еще будет слой бетона, конечный бетон Софина, я вроде бы называется. А это то, что вы видите, такое грубое, черное, волнистое, бугристое. А это бетон Атаза, то есть это начальный слой бетона. Ну, в общем, если видите, такие пятнышки есть, это грунтовая вода просачивается. В принципе, это нормально, она везде есть, где-то больше, где-то меньше. Самое важное знать геологию, какие породы. От этого зависит все, и крепление тоннеля, и какой слой бетона нужно ложить. В общем. Ну, в общем, вот так. Там уже виден свет в конце тоннеля. В общем. Сейчас выполнили разбивку линий для геологических скважин. Вот краской. Где-то участок длиной 120 метров. В общем, на каждой линии будет по несколько скважин. Вот Рободрил. Сейчас готовят к установке. И будут бурить. В общем. Это машина-зверь. Вот у нее имеются три манипулятора такие. И на концах буры длинные, которые выдвигаются. Покажу вам в процессе, как они охлаждаются водой от перекрева. Там коронки на концах находятся такие. Вот оно бурит породу. В общем, необходимо определить состав геологии. Какой там, где пустоты имеются. Чтобы избежать коллапса. Так. Вот несколько отверстий они просверлили. Это пробное бурение было. Так. Здесь частично половину фундамента залили. Справа. Застынет. Потом вторую половину зальют. В общем, тоннель необходимо укреплять. Бетонировать. Потому что грунтовые воды, карстовые пустоты. Все это разрушает и чревато аварии. Ну, я думаю, специалисты, инженера у нас высокого профиля здесь. Местные. Хочется верить, что они все предвидят и продумают. В общем, работу мы свою закончили с помощником. так, все, надо складываться и в машину идти. Это мы находимся в другом тоннеле. Хочу показать вам, как здесь работы проводятся. Хотя сегодня, наверное, в ближайшие две недели людей будет мало, потому что у арабов начался праздник мусульманский. Здесь турки-арабы работают, поэтому людей нету. Ну, здесь накрыли гидроизоляцией, вот оранжевая. Ой, черные швы, это под стоянку тамнита, под большую опалубку будут. Не, ну, вот какой-то турок работает, я вижу, начальник. Так, пойдем дальше, посмотрим. Так, это вот такой маленький поперечный тоннель, Микошерит, или байпас на английском. Это опалубка тамнит, но такая небольшая, маленькая стоит. В общем, геодезисты ее тоже устанавливают так, чтобы бетон можно было залить с минимальным отклонением по проекту, чтобы не было ни углублений, ни выступов никаких. Вот, видите, все параллельно делают. Тут тебе тавнит, ставят опалубку, заливают финишный слой бетона. Вон, можете видеть там деревянными щитами, вон, зашили, чтобы бетон не проходил. Поделит машина, и потом бетон будет закачиваться между опалубкой и первым слоем бетона. В общем, это фундамент здесь. Так. Вышли мы на другой тоннель. Какие-то работы проводятся, что-то техника будит, работает где-то. Вот металлоконструкции. Видите, какие. Это подиасот, под фундамент. Здесь такая, как ложбинка. Вот, видите, идет это инверт на английском. В общем, это укрепляют так основание тоннеля. Здесь толстый слой бетона. Это, когда порода более такая плохого класса. Сыпучая, либо много влаги, воды. Поэтому необходимо более толстый слой бетона укладывать. Таким слоем укрепляет тоннель. Так, хорошо. Поедем дальше делать работу. Субтитры создавал DimaTorzok Как вы думаете, что это такое стоит? Это большая металлическая конструкция. Это опалубка под нишу. Ниша будет для гидранта. Это металлическое сооружение. В общем, погрузчик возьмет на рога, вот так вставит сюда и будет перевозить, устанавливать ее специальное углубление сбоку тоннеля. И потом между опалубкой и углублением будет заливаться бетон. В общем, задача геодезиста тоже устанавливать эту опалубку так, чтобы толчина бетона по периметру ниши была одинаковой. Вот так она выглядит. там даже какие-то моторчики есть. В общем, регулирует стенки ниши, стенки опалубки переуже, я так понимаю. Ну, вот так вот. на Украине, вот, блядь, если вы считаете, что в Израиле порядок производства, блядь, то посмотрите, как работают, блядь, папуасы, блядь, ебаные индейцы, блядь. Так, сегодня у нас балаган, ночью. Эта бригада турков работает, в общем. Бома сломана, ее нужно убрать, она мешает, закрывает определенные точки, которые необходимы для координирования. Ну, в общем, вы видите, сколько техники стоит, и очень много из поломанной, которые не работают. Сейчас пытается захватить нормально и убрать. это такой тамнит вот стоит, вот нужно необходимо тамнит поставить, так, чтобы бетон залили боброэр. лимана, 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 лимана! Колеса заблокированы, видите, даже не тракатся. Стреляют, стреляли, видишь, как Пабуасы работают. Слушай, а я не понимаю, а что когда движок выключен, что блокируются колеса, они крутятся, да? Не, завести я не могу. Вон назад смотрят, он сейчас блядь в Баму и вступит. Они же блядь вытаскивают, чтобы никто не брал Баму. Начинают там сидеть, блядь, отсоединять всякие фьюзы. Все, стоп! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok